Сдачи готовили? За 2 суток жирные жарены, а острые пищи за 2 сутки? Не было? Нет. А завтракать? Да. К сдаче крови готовилась, но в этот раз стать донором девушка не смогла. Низкий гемоглобин. Процедура хоть и безболезненная, но все же серьезная. Допускают к ней после сдачи анализов и врачебного осмотра. И чаще всего доноры – это студенты, служащие медработники. Я сдаю кровь уже полтора года. Мне исполнилось 18 лет. И мы с подругами начали эту тему обсуждать. И почему бы нет. И людям помочь можно кровь сдать. И вот я уже 9 раз в детстве с сегодняшним. Большая часть доноров – те, кто пришел повторно. По словам сотрудников центра, за день кровь сдают до 200 человек. Благодаря им врачи оказывают своевременную помощь. Это больные в первую очередь с различными травмами и с большими кровопотерями. Это онкологические больные в первую очередь, онкогематологические больные. Потому что и на периоды подготовки к лечению, в период лечения и после химиотерапии эти пациенты напрямую зависят от донорской крови. Это все высокотехнологичные операции. В первую очередь, например, операции на сердце. Сдаю я с 2008 года. То есть, просто шел мимо, когда война в Грузии была, соседи. Думаю, сдам, попробую. То есть, из того времени сдаю. У меня знакомая, она просила для своего отца, когда у него был этот лейкоз, то есть, чтобы я сдавал именно целенаправленно для него. Противопоказания у такой почетной деятельности все же есть. Наличие инфекционных болезней. Поэтому после забора крови добровольцев ставят на учет. Если позже у человека обнаружат отклонение, его образец утилизируют. Компоненты крови, эритроциты, трубоциты и плазму хранят в специальных холодильниках и позже доставляют в медучреждения. Получаем из центра крови компоненты крови для будущего переливания и проводим пробы на совместимость, чтобы исключить трансфузиологические осложнения. Другими словами, совместимость крови донора и рецепиента. В случае с Надеждой, которая прошла операцию по замене тазобедренного сустава, все прошло удачно. Мне потребовалась кровь, потому что было во время операции плохо. Мне влили 2 литра крови. И очень большое спасибо этим людям, которые спасают жизни людей. Врачи не скрывают, насколько бы технологии не шагнули вперед, замены донорской крови нет. А значит, и значимость донорства по-прежнему высока. Валентина Скирова, София Ценко, Дмитрий Денисов. День с толком.